Добрый день, кое-как. Здравствуйте, Игнатий Дикович. Добрый день, кое-как захватил. Так, минутку еще сейчас. Алло, алло, что-то вас плохо слышно. Вот теперь видно? Видно прекрасно, а вот слышно не очень. Ну, сейчас вот еще что-то сделаем, наверное, еще будет лучше. О, уже остается лучше. Сейчас лучше? О, прекрасно. Ну, вот так. Наконец-то мы с вами познакомились, очень рад. Да, слава Христу. На вики слава. Вы вопросы подготовили? Ну, вы знаете, я же думаю, что у вас не сильно много там времени, чтобы про все вопросы поговорить. Сейчас, как бы для меня самый главный вопрос, это вопрос касаемый Украины, революции в Украине. И как вы считаете, может вы по Библии как-то расскажете, как поступать нашему народу в данной ситуации. И вообще, что сейчас предпринимать, и как быть людям, которые не понимают, что сейчас делать. Хорошо, я вопрос понял. Это вопрос серьезный, и его надо просто разобрать, и чтобы его знали другие. Так, сейчас я еще раз посмотрю, вам видно меня? Да, прекрасно видно. Ну, хорошо, я сейчас... А вы меня не видите? Я вижу, хорошо вижу. Сейчас я открою. Чтобы на фоне моего с этого форума было. Вот так удобнее будет. Как-то мне сделали сейчас. Это моя вина, я не... Брат не пришел пока, он снимает здесь. Покажись, Володя. А он видел. Тоже был, Володя. Вам видно его? Я, добрый день. Добрый день. Если у нас разговор получится, как есть, мы сразу выставим этот ролик, он для многих нужен. Мне с Украины столько вопросов идут. Ну, в первую очередь, сказать, что Украину... Вот, я говорю сначала лично мое мнение. Мы не рассматриваем, как другое государство. Мы настолько родные, настолько близкие. Вокруг меня, ну, вот у Пащенко. Видите, Володя стоит Пащенко. Мы едем с которой Савченко. Второй, который едет с нами шофер на благовестие, Кручина. Ну, вокруг одни, одни украинцы. И поэтому для нас украинцы, это просто мы родные, братья. Я не могу никак их считать. Но так уж принято, мне трудно в это войти. И поэтому, что у вас делается, оно близко, прям сердечной болью мы все это воспринимаем. Люди пользуются этим доверчивостью и прочее. Главное, нам нужно узнать, что об этом говорит Священное Писание. Эпиграфом я всегда беру Евангелие от Иоанна, 12 глава, 48 стих. Вы ручкой немножко записывайте себе. У меня все подготовлено. Да. А остальное потом проверите. Господь говорит, я не сужу вас. Слово, которое я говорю, слово, оно будет судить вас в последний день. И вот этот мандат, с которым мы явимся перед Богом, по слову его. А по слову Божию выглядит совершенно все не так, как кажется. Вот Майдан, там Янукович, там Ющенко. Перед Богом это все не так выглядит. У Бога, это режиссура, я говорю, она уже назначена, она проецируется на землю. И мы должны это принять как данность. Я недавно отвечал на это вопросом. Мы читаем книгу порока Даниила. Он стоит на берегу моря и вдруг видит, выходит овен, баран. Попирает там все. Ну как с ним, с этим бараном бороться, когда море? У Даниила даже мысли такой нет. Но он видит, опять выходит зверь-козел. Он бросается на него, поражает его рогом, топчет ногами. А что это, персидская власть сменится на греко-римскую. А можно изменить? Да тут о чем ты говоришь? Написано при мудрости Соломона, когда не было еще первоначальных пылинок, вселенной пылинок. В оригинале стоит кирпичиков, из чего состоит все мироздание. У Бога уже все было заложено. 138-й Псалом. Ощи твои, ощи, видели зародыш мой. В твоей книге записаны дни, когда ни одного из них не было. Как так? Еще я не жил, да. Господь говорит, Якова я возлюбил и Савва возненавидел, когда в утробе матери. Так он не сделал ни худого, ни плохого, Павел так и говорит. А за что же судит? И Павел это единственный раз, когда не объясняет, а говорит, замолчать. Ты кто что споришь с Богом? Горшечник не власть или над сосудом сделать его высокому потреблению низким? Другой момент. Ты, говорит, иди к Параону, а я уже стощу сердце. Я говорил не раз на эту тему проповедь. Нам нужно посмотреть, чего от нас хочет сейчас Господь. Куда нам пойти? Вот я несколько мест буду считать из Священного Писания, вот. А вы кое-что можете записать. Так, Владимир, я сейчас увеличу, чтобы тебе можно было, как всегда, смотреть. Я на 22 маршрут перейду. Вторая книга царств. Вторая. 22 глава, 44 стих. Он обращается к Богу и говорит, «Ты избавил меня от мятежа народа моего. Ты сохранил меня, чтобы быть мне главой и наплеменниками, народ, которого я не знал, служит мне». Януковича сейчас, говорят, предоставили убежище в Москве. Предоставили. Ну, предоставили, да и предоставили. Но было время, и Давыд убегал. Было это время. Но Священное Писание нам говорит, что это от Бога. И он не стал спорить, а какую роль они играют. Зачем спорить? Когда Бог отца сказал, «Ты избавил меня от мятежа». Мятеж – это революция. А как он избавил? Покрышки жгли, может быть, на Майдан выходили. Ничего этого не было. Первая книга, ездящий, 4 глава, 12 стих. «Да будет известно царю, что иудеи, которые вышли от тебя, пришли к нам в Иерусалим, строят этот мятежный негодный город, и стены делают, и основания их уже исправили». Это когда они из плена вернулись, а враги, окружающие народы, стали мешать и писать императору. Ну а как тогда они вышли из положения? Вышли очень просто. Книга Неемия. Когда мы считаем вторая глава, на удивление все просто. Ягард был в Виночерпи у царя. Виночерпи – это очень приближенный к императору человек. Он мог отраву всыпать. Вот фильм есть «Еремия», там это очень хороший фильм. Вы смотрели его, нет? Я не смотрел, но слышал. Запишите «Еремия». Я помню его. Вы только загоните его и найдете. И вот говорит, он посмотрел на меня и сказал, отчего печальное лицо твое? Ты болен? Нет. Это печаль сердца. И он говорит, я сильно испугался. У Сталина было, если заметил, что глаза не так смотрят, все, пропал человек в гулаге и сгинул вместе со всем своим имуществом и семьей. Это было и раньше. А с чего ты вдруг забеспокоился? И он говорит, я помолился. И сказал. Да когда молиться-то? Он рукой не шевельнул. Стоит перед императором, заседает здесь Совет Министров Рады. И вдруг он, я буду переначивать на сегодняшний день, чтобы понятно было. Я помолился. Вот я смотрю, и стоят там Кричко, другие, недовольные. Тимошенко выходит. Этих подонков там, ублюдков надо судить. Может, по закону мирскому и так. Но вы называетесь верующими. Вы найдите сначала причину. Причину надо найти. А причину найти даже очень можно просто. Я попутно буду говорить вам сейчас. И сразу найду, где у меня это есть. Вот. Было время не только наше. До нас тоже люди жили. И вот случилась такая история. Фэ-хэ. Вот. Я сейчас прочитаю вам. У меня вышло 30 книг открытым оком. И вот вопрос 2441. Владимир, я сейчас увеличу тоже, чтобы тебе было видно, и люди могли считать. Вот смотрите как. Это 20-й, 22-й шрифт возьму покрупнее. Вот. Мне задают вопрос в университете. 11-й том. Вы как-то отвечали на вопрос, от чего такие правители в России хапуги и глупые, что не любят свою страну и разоряют свой народ? Что будто бы кто-то из пустынников молился Богу о том же и получил ответ. Дал бы хуже, да не нашлось во всей России. Что это? Просто рассказ или был исторический случай где-то? Ну а сегодня-то разве не так? Показывает какие дачи, какие дома у Януковича, в шонке там генерального прокурора. Мы это все видим. И вдруг он бежит, все броском, и ничего ему не надо. Он каким-то путями там на корабль сел, где его перетащили. Из Севастополя. А я сижу дома, ничего нет. И никто за мной не гонится. Мы простираем руки к Богу. Люди обращаются близкие. Там у сестры девочка родилась. Как назвать? Вопрос это мелочный. Но они молитвенно настроя требуют. И вот здесь ответ какой. Вот этот ответ постарайтесь потом употребить у себя. Ответ. Книга профессора А.В. Карташова. Называется «Вселенские соборы». Страница 476-я. Кавычки. У хронографа Дорофея Моном Васильского записано такое сказание об императоре Фоке. Один богоносный муж, имеющий дерзновение к Богу, слыша о царских злодеяниях, возопил Господу. Господи Боже, за что ты прогневался на народ свой и поставил такого царя-тирана? За что такое наказание? Чем провинился народ твой, что ты предал его во власть такого кровожадного волка? Но это могут сейчас сказать и другие о ваших правителях. И было этому богоносному мужу от Бога откровение. «Много я старался найти царя похуже, чтобы наказать народ за его своеволие, но не мог найти хуже Фоке. А ты впредь не искушай судеб Божиих». То есть от Бога это назначено. Дальше я поясняю. Фоке был полковником, но сверхдоброго императора Маврикия. И казнил его, и пять его сыновей, жилу и дочерей. И далее я беру из священного писания, что нам Библия говорит. Осия, 13 глава, 11 стих. «И я дал тебе царя во гневе моем, и отнял в негодовании моем». Даже хорошего, помазанника, православного поставят. Народ не примет. Народ не готов. Исаия 59, 2. «Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим. И грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать». Вот причина-то где? Не в Майдане, а в Грехах. «Беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим. Ну, поэтому Бог правители такого дают, хуже которого во всей Украине не нашлось». Из Икииля 36-31. «Тогда вспомните о злых путях ваших и недуробых делах ваших, и почувствуйте отвращение к самим себе за беззаконие ваши и за мерзости ваши, а не то, что нанимать будем снайперов из Чечни, откуда-то из Сирии, приедут, они будут стрелять, будем валить друг на друга. Это все было. Ну, Бог-то другой замысел имеет. Через эти вот пертрубации Он желает нас изменить, чтобы мы были другими». Книга Судей 3.12. Сыны Израилева, потому что книга-то Библия, к Евреям написана. «Опять стали делать злое перед очами Господа. И укрепил Господь игло на царя Мавицкого против израильтян за то, что они делали злое перед очами Господа. И вы никуда не выйдете. Вы будете рабами у Европы, у русских, везде». Я смотрю, бьются за памятник Ленина, что его не свалили. Интересно. Коммунистов посчитают. А которые выше там посчитают Степана Бандеровцев. Бандеровцы, фашисты, да не в них дело-то, а в нас. Его называют какими? Он боролся за свой народ Бандеры. Я не Бандеровец, но я знаю эту историю. Ну, коммунисты-то что сделали-то из Украины и прочее? Это никуда не денешь. Покаяние-то не принесли. Немцы за Гитлера принесли покаяние. Репарации выплачивают. Здесь ничего этого нет. И вам никогда не выйти из этого состояния. Итак, первая тема пея. Вторая глава с первого по пятнадцатый стих. Это многовато, но я прочитаю, чтобы на этом показать, в чем сегодня можем мы себя проявить и задействовать. Вот мы за Украину молимся каждый день. И днем, и ночью. Итак, прежде всего, то есть все дела отставить, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодаря за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить вам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Безмятежную, это означает беспечную, ни о чем не думать. Чтобы не было мятежа, революции. Ибо это хорошо и угодно спасителю нашему Богу. Как править? В благочестии и чистоте. Ну нет этого. Какая ненависть. Эти стрелы не стреляют, идут там, беркут, а их камнями долбят камни, бьют, кидают, палками бьют. Эти-то на Майдане, которые стоят, они тоже безбожники. Ну встретились, говорит, два блудника, блудодея родили. Ибо это хорошо и угодно спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Тех, которые пришли и тех, которые защищают, чтобы все спаслись. Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеком, человек Христос и Иисус, предавший себя для искупления всех. Таково было в свое время свидетельство. И апостол Павел перечисляет это все до 15 стиха. Как нужно вести себя с женом? Ну здесь-то ничего этого не было. Никак с женом себя вести, ни как мужьям, ни как детям. Нам нужно свалить вот этого и поставить вот этого. Вместо козла поставим другого, барана. Нам Библия показывает, какой путь. А путь дальше вот какой. Я опять возвращаюсь. Псалом 30, 21 стих. Ты укрываешь их под покровом лица твоего от мятежей людских, скрываешь их под сенью от пререкания языков. Кого скрываешь? Верных его. Да что, не надо было выходить на Майдан? Ну я считаю слово Божие. Ты видишь, что надо или не надо? Вы сначала выполните вот это. Что нужно сделать? Молиться, признать себя виновным и у Бога испросить прощения. Вы тем более на выборы ходили, избирали. А почему? Да может подделали, может другие цифры подставили, но избрали его. Теперь-то думают, ах, на его место мы сейчас вот такого-то избираем. Тут у нас уже указывает, кого временно исполняющие. А в мае там настоящие выборы сделайте. Ничего не будет. Я вот на выборы никогда не хожу. Наши люди не ходят. А кого выбирать-то безбожники? Псалом 63, 3. Укрой меня от замысла коварных, от мятежа злодеев. Ну, у Бога-то не просили этого. Америка там свои интересы имеет. Америка ничего не сделает, кроме того, что предначертано Богом. 64, 8. Псалом. Укращающий шум морей, шум волн, их и мятеж народов. Вот мы стоим на берегу моря, где стоял Даниил. Мы можем укротить шум морей? Я моряком был, знаю. Это невозможно. Это нельзя. Дальше шум волн их. Волны поднимаются, когда... А дальше и мятеж народов. Да это нельзя утешить. Уже все там, формируется новое правительство, а Майдан никуда не расходится. Сейчас идет большинство как раз за Батьковщину у вас. Там Юлия Тимошенко показывает. Теперь назначения какие? А эти не согласны. Ну, вот выступают. Я не против кого-то. Ну, мы маленько-то должны видеть, кого ставить, когда он не может два слова связать, у него мозги вышиблены, если он всю жизнь дрался только. Кого ставить-то? А вы выпросите у Бога. И что нужно делать сегодня? Опустить голову вниз и сплащем пойти домой, всем до одного. И попросить. Мы принесли много ущерба. Постараемся как-то восполнить. Где здания сгорели, кому принесли ущерб, в первую очередь надо восполнить. Найти, кому сделали зло. Мертвых не вернуть. Но ты не стрелял, но ты тоже там был, вызывал это. А если ты не был, благодари Бога, что Бог спас тебя. Дальше. Псалом 65, 7. Могуществом своим владычествует он вечно. Кто Бог? Почему к нему-то не пошли? Очень его зрят народы. Да не возносятся мятежники. А не мы победили, то кого вы победили-то? Главный-то враг-то внутри остался, внутри себя. Главный враг – это ты сам себе. Второй враг – это дьявол. И третий – это мир, окружающий нас. Покорились всем трем врагам. А как дьяволу не покориться? Ну, на дьяволу написано, как пост и молитва. Пост и молитва поражают сатану. Псалом 77, 8 стих. Я беру слово «мятеж». И не быть подобными от самых родоупорному и мятежному, неустроенному сердцем и неверному Богу Духом своим. Памятники будут ставить Бендере или Потелкову. Какая разница? Тот и другой Бога не знал. Да, они по-своему... Согласимся с ними. Хотели добра народу. Но каким путем? А вот они, фашисты, фашисты тоже не зла хотели добра. Но каким? Через море крови. Так мы понимаем, коммунисты-то намного хуже фашистов. Фашисты своих-то не уничтожали. А здесь своих 100 миллионов гулаги погубили. Покаяния-то нет ни у тех, ни у других. И поэтому шум вол морских нельзя утешить. И мятежи один за другим будут идти. Сейчас они, как предсказывают политологи, ну, они люди неверующие, перекинутся на южные регионы России. Там начнут драть сейчас. Мятежные республики, там Ингушетию, Дагестан, Чечню поднимать будут. Псалом 85-14. Боже! Гордые восстали на меня. Из скопища мятежников ищет души моей. Не представляют они тебя перед собой. Ну, Янукович Виктор, ты не можешь этого сказать-то! Сейчас показывает, какие сокровища, какие комнаты, там вот обшонки. Ну, зачем ему столько? Зачем? Столько пыли на всем этом оседает. Везде стразы, везде золоченые. Притча 24-21. Что делать? Бойся, сын мой Господа и царя, с мятежниками не сообщайте. Это для всех, кто на Майдан ходил. Бойся, сын мой Господа и царя, потому что обстановка может измениться сегодня в одну ночь и будет совсем по-другому. Люди развратные возмущают город. А мудрые утешают мятеж. Притча 29-8. Это люди развратные, они возмущают город. Вот так и есть. Они набирают, привозят от кого-то, бросают этот коктейль, молотого. Там один говорит, другой... Вам это надо? Да где же верующие-то? Украина считается верующим. Мы так и не увидели по-настоящему. И священники фактически разделились одни за одни, другие за других. Одни, говорят, за Москалей, другие за Бандеру. Нам зачем это нужно? Ты скажи, я за Христа. Я могу только плакать и молиться. А мудрые утешают мятеж. Вот нам... Мы ездим с миссионерской поездкой, уже мы проехали два года. Начиная от Владивостока и порта Находки прошли мы до границ. В прошлом году мы прошли 15 государств. Я везу в каждой государстве, в региональных, где-то в библиотеках, районных, дарю свои книги. Вот мы в прошлом году подарили на 7 миллионов 150 тысяч. А у меня пенсия 5 тысяч. Мы специально приобрели машину. Мы едем трое, и с нами собака. И вот мы были на Украине. Ну, и на Белоруссии были. Польша, Германия, Австрия там все захватили. Румыния, Болгария. Нынче мы идем через Грецию до Португалии. Дальше проходим Англию. Заходим весь центр Европы захватить, думаем. По мелочи государства, там Люксембург, Швейцария. Пройти полностью в Скандинавию. 5-4 там республики. Перейти и переплыть. И три Прибалтика. И потом уходим на север, начинаем работать. Нам это надо. Мы несем евангельский свет. Мы православные. И у нас уже сейчас готовятся встречи там в Финляндии, в Англии. И при том готовятся встречи не только православные, которые о нас слышали. Павел говорит, для всех я сделал совсем. В моем доме ни один, ни два человека пришли из баптистов. И другие стали православными священниками. Это Бог делает. А мятеж устроить можно и внутри церкви. Очень просто. Ибо это народ мятежный. Исайя 30 глава 9 стих. Народ мятежный. Народ весь мятежный. Дети лживые. Дети, которые не хотят слушать законы Господня. Вот и добавляй себя сюда или уводи. Это характеристика, которую нам даст Бог на суде Божьем. Нужны нам эти Майданы. Ушевливее как жили. Маммара, Каддафи не могли сохранить. Он себя охранял как ни один президент. Ничего. Пришло время менять все власти. Козел выйдет и забодает. Нам рассказывали, особенно пугали Чечня, Дагестан, Азербайджан. Мы прошли там юг. Мы прошли везде. Все, что нам говорили, я скажу все верно. Но на нас это не срабатывало. Почему? За нас тысячи людей молились. Нас везде. Мы прошли шесть мусульманских республик. Я в доме Мулы проповедовал. Там остановились. Представьте, Мула. Это все в интернете выставлено. Это Бог делает так. Я пошел в мечеть. Жена Мулы пошла с нами в храм Божий православный молиться. Это чего-то стоит? Это все выставлено в интернет. Это Бог только может сделать. А так пошли вы, щурки, проклятые, окаянные. Нам Бог не запозволил это говорить. А как они встречали? Как родных братьев встречали? Они снабжали нас. Они защищали нас. Да это разве возможно? Да они такие. Ты знаешь одних, я знаю других. А почему молитва? Я еду во имя моего Господа Иисуса Христа. И Господь вот так делает, как я никогда бы не сделал и не подумал. Иеремия 3 глава 22 стих. Возвратитесь, мятежные дети. Я исцелю вашу непокорность. Вот мы идем к тебе, ибо ты, Господь, Бог наш. Вот что должны сегодня сказать на Украине. Возвратитесь, мятежные дети. И те, которые защищали, и те, которые жгли, которые бьются сегодня в лоза. Все от малого до велика это дети Божии. Вы мятежные дети. Господь говорит, вам не исцелиться. Вы такие непокоривые будете. Я исцелю вашу непокорность. Мы знаем, что делать. Вот далее Иеремия 5 глава 23 стих. А у народа сего сердце буйное и мятежное. Они отступили и пошли. То есть, волнам морским Бог полагает предел. Песок лежит, она туда-сюда песок гоняет. Тысячи лет и на одном месте стоит. Ну, бывает-то где-то скала, где-то и песок. Положил, говорит, пределом песок морской. Это вообще удивительно. Песок, он же должен пропитаться и смыться. Никуда не смывается. А люди имеют сердце буйное. Дальше Иезекиил 2.5. Говорит, будут ли они слушать или не будут? Ибо они мятежный дом. Но пусть знают, что был пророк среди них. То есть, они его не слушают. А ты иди говори. Вот мы едем по разным странам. В прошлом году были. Больше, как сказать, крохоборов, чем на Украине, мы нигде не видели. Мы не можем нигде ничего сделать. Останавливать. Что-то я должен дать. Я называю 15 государств. Ведь мы прошли за 2 года 444 пункта. Ты на пальцах только перечисляй. По одному раз, два. А я должен доехать. Познакомиться с библиотекарем. Собрать народ. Выступить. И скажу, что самая неприглядная обстановка в прошлом году только была у нас на Украине. Вот придираются ко всему и все. А я знаю, что. И он у меня берет. Но взятку давать нельзя. Во взятку входит все. Я ему даже сухарь дам взятка. Но книга не входит во взятку. Вот что удивительно. И я ему дарю книги. Комплект это трехтомник толкования Нового Завета. Эти книги у президентов. Я получил благодарность от Лукашенко и Александра. Книги у Медведева, у Путина. И я дарю их там на таможне. А другой вид ты мне дай. А один экземпляр это 75 евро. Понимаете? Цена какая. Я ему объясняю, что я еду-то в другое место. У меня государство впереди. Он меня не пропускает. Дальше тормозит. У меня все, все документы, виза открыта. Все у меня везде. Справка поставлена. Ни под каким к собаке привязались. И все. У вас государство не в том порядке стоят поставлены. Да какая тебе разница-то? Я уже в шенгенской зоне. Нигде меня ни в Германии, нигде не останавливает. И при том собака у нас не просто собака, а чемпион России. Но тогда была чемпион Сибири. Восточноевропейская. Красавец. Придирается и все. А вот вы тому дали, дайте мне. Я этому даю. Нам на душе неприятно. Но я ему тогда возвращаюсь и говорю, мы уезжаем. Но вы запомните, что вы у меня не отнимали. Я сам подарил добровольно вам. Когда вас захватят, чтобы вы могли смело сказать. Вы меня поняли? Он глаза удивленные. Я говорю, я дарю вам не потому, что вы у меня выможимали. Это что? Забудьте про это. Я буду помнить. Но людям вы чтобы не солгали. Вы еще один грех добавите, лгать будете. Эти книги вашим внукам, правнукам будут. Они, в них 240 иллюстраций светлых только. Гюстава Дары мы с вами раскрасили. Там чудо, какие книги-то. Лучшие библиотеки мира они украшают. И мы едем. Вы спрашиваете, что делать? Я отвечаю. Дальше из Икииля. Вторая глава, шестой стих. Что нам нужно делать? Я представляю, что это в России. А ты, сын человеческий, не бойся их и не бойся речей их, если они волчцами и тернами будут для тебя. И ты будешь жить у скорпионов, не бойся речей их и не страшись леса их, ибо они мятежный дом. Вот эти скорпионы, которые сегодня жали друг друга с той и другой стороны, это мятежный дом. Мятеж, слово революция. Перевод один. А ты не бойся их. Пойди на этот Майдан. Подари им Евангелие. Поговори, помолись. Выпроси у Бога слез, чтобы поплакать. Скажите на суде Божьем, это все откроется. Кого нанимали, кто стрелял, снайпер. А им разницы никакого нет. Они там из Сирии или откуда. И мы убивать, ему деньги платят за это, он никого не боится. А что боятся, когда его защищают? Из Икия 3.26. Язык твой. Я прилеплю к гортани твоей, ты анимеешь и не будешь обличителем их, ибо они мятежный дом. То есть я обличал, и вдруг они... Меня спрашивают, а почему молчите? Не знаю. Я молю Бога, вымаливаю талант. Как достучаться до этих людей? И вдруг я перестал говорить. А причина какая? Бог говорит. Они мятежный дом. Не бросай жемчуг перед ними. Иезекииль 3.27. А когда я буду говорить с тобою, тогда открой уста твои, и ты будешь говорить им. Так говорит Господь Бог. Кто хочет слушать, слушай. А кто не хочет слушать, не слушай. Ибо они мятежный дом. Повторяю Языки Иерия 3.27. Возьмите крупно, напишите, как плакат. И пойдите туда, не бойтесь даже умереть. И скажите, вы, братья, зачем вы вышли друг против друга? Когда нам нужно заниматься своей душой? Пришествие Господне приближается. Оно уже рядом. Уже слышны шаги нашего Господа. Иезекииль 12.3. Ты же, Сын Человеческий, изготовь себе нужное для переселения. И среди дня переселяйся перед глазами их. И переселяйся с места твоего в другое место. Перед глазами их. Куда? Может быть, они уразумеют, хотя они мятежный дом. И вот это говорит Господь израильскому народу. И представьте себе, Он заранее объявляет Языкии, соберетесь ко мне сегодня на Майдан. По тогдашнему. Народ собрался. Старейшины, руководители народа. А он подходит не к высотным зданиям, а маленькая халупа. И зашел, и закрылся. И говорит, а что он хочет делать? Не знаю. И вдруг слышат оттуда удары. А он взял с собой кирку и ломает стену. И, наконец, дыру пролбил. И оттуда вылазит. За собой там мешочек какой-то на спину. Глаза закрыл, опустил и пошел. Побежал. Ну вы поняли? Нет, не поняли. Вы вот так все будете. Вы стену Иерусалимскую проломите и побежите. Я говорил вам, откройте ворота. Пусть царь на выходоносах зайдет. Мы согрешили, Бог вас накажет. Отправит в плен. Через 70 лет вы вернетесь. Дочери будут ваши выходить замуж. Виноградники будут вас расти. Нет. Мы патриоты. Мы никому не подчиняемся. Вот я сейчас слышу украинские сведения. Везде. Мы никому не подчинялись. Мы такой народ. Да Господь сделает. Ты будешь под собственным столом ползать и искать крошку хлеба. Не гордись, написано, обойся. И далее говорит. И скажи мятежному дому Израилеву. Иезекииле 44.6. Так говорит Господь Бог. Довольно вам дом Израилев делать все мерзости ваши? Марка 15.7. Тогда был в узах некто по имени Варава со своими сообщниками, которые во время мятежа сделали убийство. Вот это все сегодня исполнилось на Украине. А у нас оно рядом. И кого народ будет просить? Не Христа, а Вараву. Они этими Варавами сегодня обстоялись со всех сторон. Те и другие. Кто больше убьет? Я не отдавал указания. Янукович говорит. Ну прямого указания не было. Но подчиненно тебе прокурор давал указания. Ты за это отвечаешь? Или еще за кулисами это делалось? Кого убивать-то? Ну стали буйствовать. Стали, вышли к народу, попросили прощения. Простите, мы ограбили народство. Народ живет в бедности, за чертой бедности. Простите нас. Помилуйте нас. И мы уходим. Его бы никто и трогать не стал. Он ушел бы и все. Но и били за концах. Еще благо России не мешалось. Еще этого только не хватало моря крови. Но сейчас говорят, что с Украины может хлынуть ни один, ни два, больше десяти миллионов русских. Чтобы русские хотя бы оказали привет им. Я сегодня уже даю объявление через редакцию православных журналов одного и другого, может быть. Мы строим православную деревню с нуля, а нам есть куда принять. Мы можем принять. Накормить и обиходить. А если эти люди там, украинцы, я повторяю, для нас это один народ. У меня в мозгах не разделяется этот народ. Если их там притесняют, убивают, написано, гонят в одном месте, бегите в другое. Из одного города в другой. И мы вас примем. Вы держите только наш адрес и другим скажите. Православная деревня, где мой брат-батюшка. У нас такая дисциплина, порядок. Я начальник детского лагеря. Мы детей сразу возьмем. Родители начнут строить дом. Какие дома есть на продажу купить. Нам есть конкретно, что дать людям. А беженцы будут, они уже есть, уже идут. Беженца будет очень много. Если коснется вас кого-то, вы скажите, я знаю место, где можно преклонить голову, где никто вас не обидит. Никто вас не обберет. Мы даем, а не берем. И Господь сказал, блажение давать, нежели брать. И дальше читаем. Как нужно поступать. Вторая книга Паралепоменон, 36 глава, 15 стих. И посылал к ним Господь Бог отцов их посланников своих от раннего утра, потому что он, Бог, жалел свой народ и свое жилище. Вот и просто. Бог жалеет. Не так долго это сумятица была. Но они не уходят с Майдана. Они добиваются своего. А чего свое, они не знают. Они не о душе заботятся. Псалом, 77, 34. Когда он убивал их, Бог, они искали его и обращались. И с раннего утра прибегали к Богу. То есть будут молиться, будут приходить в храм. Псалом, 108, 8 стих. С раннего утра, Давид говорит, это помазанник Божий, буду истреблять всех нечестивцев земли, дабы искоренить из града Господня всех делающих беззаконие. Это людям нужно знать. Если тебя сегодня поддерживает, то это не означает, что завтра будет так же. А если бы даже было и завтра так же, но на суд-то, Боже, ты пойдешь без этих покровителей своих. Перед судом Божьим мы ответим за дурной взгляд, за дурные мысли, за дурные слова. Я вот смотрел, когда воевали, там, может, кто-то и приходил. Я очень много роликов смотрел, да почти все. Я не видел, чтобы там были люди с Евангелем в руках. Украина за последнее время сделалась пристанищем всякой нечистой птицы. Какая бы секта ни образовалась, она там внутри у вас. Все эти санжеи, кого только нету там. Не просто их какие-то отделы, а прямо центр там беззаконников. Почему? Надо подумать, почему. Если вы истинные христиане, вы должны были пойти к ним, рассказать об истине, миссионерствовать, говорить. И пойти, когда был Майдан, не спрятаться, если есть возможность, а через кого-то. Я вот могу, у меня фотография одна есть. Если вы зайдете на наш mail.ru, и там есть снимок такой. Я стою перед микрофоном на трибуне. Происхождение этого снимка 1991 год. Перемена власти. Поднялся буквально город весь, Барнауль, Алтайский край, Россия. Громить коммунистов. Я оказался в городе. Я вел занятия в разных университетах. А на площади, как Майдан, ну это Майдан и есть площадь, там трибуна, вокруг милиция. А милиция никакой роли тут не играет, столько народа. А что они сделают-то, когда десятки тысяч людей сметут и милицию всю? И вдруг там, на которой готовятся выступать, они с трибуны увидели меня, я иду. Они меня хорошо знают. Немигом там дали милиция, милиция бросилась, меня схватили и на трибуну. Вот это чего-то стоит. А у меня с собой Евангелие. Я стою с Новым Заветом, поднял его и стал говорить. Когда я кончил говорить, опустили люди голову. Никакого мятежа не было, никакого разгрома коммунистам не было. Я не за коммунистов, я за Христа. Но коммунисты оказались в опасности. И мирно разошлись. Выступали другие депутаты, не я один был. Но им было уже легче говорить. Почему они меня схватили? Я христианин. И поэтому слово, сказанное из Евангелия, не мое слово божественное, божье. Слова, которые я говорил в молитвенном состоянии, были от Бога. И они коснулись сердца. Но у меня было очень много знакомых, которые стояли там, руководящие даже с краевой администрации, с городской, с университета, там у профессора было. Они все меня знали. Они знали, что я верю. И верю всему, что я говорю. Я сказал о последствиях, какие за этим будут. Кровь за кровь. Волк рождает только волка. Да, они не такие коммунисты. Более отвратительных людей не было на земле, как Ленин. Они его последователи. Хуже Гитлера в сотни раз. Но наступил момент ответственный. И я должен утишить народ. Вот что вам конкретно нужно делать. Дальше считаю. Евангелие от Луки, 9 глава, 55 стих. Но он, Христос, обратившись к ним, запретил им и сказал, не знаете, какого вы духа. А что запретил? Но они говорят, как Илья свел огонь. Ну мы сейчас тоже, ну огня-то с неба нет, но мы можем коктейля-то отбросать, бутылки зажигательной смеси-то. Не знаете, какого вы духа, ни те, ни другие. Я не увидел верующих у вас там, не увидел, которые пожертвовали бы с собой. Если я пришел бы туда, стал говорить, кто я такой. Но мне приходилось это делать. Сейчас меня спрашивают, мы про вас прочитали, что там драка была на ножах, на площади, и вы бросились. Я бросился в толпу с ножами, и Господь дал такую силу, и развел их. Это Бог сделал. Я бы забыл это, если бы жена не сказала. Столько в моей жизни было подобных моментов. Почему? Бог. Так я мог погибнуть? Конечно мог. Они, банда против банды идет. Но кто-то должен был встать и остановить. Неужели ни одного мудрого человека на Майдане не было? Ну видно, молодые ребята стоят там, камни бросают, куда попадет, он не думает. И он не знает, кого убил, кто, не знает даже. Тем дали время на защистку. Какая защистка? Ты мозги защисти свои. Им дали указания. Представьте себе, они вышли бы перед народом, и бросили щиты бы в сторону, вот этот, Беркута, и сказали, простите нас. И встали бы на колени. Их всех бы убили. Да нет, не всех убили бы. Может быть, кто-то ударил. На шесть бы люди сказали, подождите. Эта вещь вообще не слыхана, не видана. Вот те режиссеры, кукловоды, зарубежные, которые делают, они просчитали все варианты. Но этот вариант в их планы не входит. А у тебя еще не было плана? Было? Мне неоднократно говорили. Но вы все разрушили сразу. Мы думали, вы вот так будете делать, а я вот так сделаю, мы вот так, а вы вот так. А я ничего этого не стал делать. Я вышел вперед и встал на колени. Я нахожусь в ташкентской тюрьме. За слово Божие, как проповедник. Первое, что мне наружу было, это найти место, где я мог бы молиться, другим не мешать. И я молюсь ночью. А утром мне говорят, вчера ночью молились, уже семь человек позади вас на колени становились. Преступники, уголовники. А можно мы тоже будем молиться? Я знаю силу моего Бога в Духе Святом. Я не говорю о том, что считал только, а то, что Бог делает. Если бы вышли священники, а их у вас там не одна сотня может быть, в епархии, да вышли бы все в рясах, да вышли перед народом, встали на колени. Да не может быть того, чтобы ничего не изменилось-то. Ну, кинули камнями, убили одного другого, так это мученики за Христа были бы. И сказали бы Януковичу, Виктор, выходи оттуда, складывай с себя эту корону, молись, народ помилует, помилует. Люди, не трожьте его, он молится. На молитве человек Богу принадлежит. Не трожьте его. И его бы прикрыли, ризой-то закрыли бы и уйли к себе в церковь. Во времена Иоанна Златоуста было такое, и в тропе был один. Народ ополчился на него, а он в то время было такое положение, что можно было приговоренному к смерти убежать в храм, и его нельзя было туда брать, пока дело не будет разобрано, чтобы по гневу, как города убежища были. А он делал все против церкви Евнух. А Ян Златоуста его прикрыл, увел в алтарь. И даже в туалет водил его. То есть главный враг против церкви оказался в церкви, его больше никто не спасает. Да церковь-то была бы на каком уровне-то? Вот в Москве там эти прессовицы, прессали там ноги, поднимали, пусть и рай арестовали. Я говорю, что вы делаете? Ну почему у вас мудрых людей нету? А что делать? Ничего не надо было делать. Они осквернили храм на три месяца, закрыть его на замок, и перед храмом молиться и плакать. Молиться и плакать. Больше слез было, чем в канале Москва. Они несчастные люди. Вы посадили на их сторону, сколько перешло Александров-Невзоров других-то? Они совершенно неправильно поступают. И что патриарх молился? Мы, Господи, заслужили осквернение храма. Мы что попало из этого храма-то сделали? Там каждый за полмиллиона сдают каждый раз, говорит, кто хочет там какие-то помещения. Да и вообще, другого оружия нам Бог не дал. Пост, молитва и Слово Божие. Чужую беду, говорит, руками разведу. Я же не на Майдане. Ну а если бы было в Барнауле? Думаю, что что-то бы сделал. Бог. Не я. Но что конкретно я говорю, конкретно подтверждая, что я это делал. И вот смотрите. Вторая книга Царств, 20 глава, 1 стих. Я прочту несколько. Там, случайно, находился один негодный человек по имени Савей, сын Бихри, венемитянин. Он затрубил трубою и сказал, нет нам счастья в Давиде, и нет нам доли в сыне Исеевом. Все по шатрам своим израильтяне. Вот сейчас говорят, а давайте мы отделим восточный его, давайте Крым отделим. Ну находятся люди, которые это понимают. Про Крым говорить там уже не надо. 60 лет назад просто искусственно его туда присоединили. Но он принадлежит сегодня Украине. И надо прислушиваться к людям. Что люди-то говорят-то? И вот нашелся человек, он затрубил в трубу. Ну в трубу, как сейчас по мегафону там стоит, клещко говорит, его тоже слушают же. Там, кто он называется, руководитель этого удара. И вот, он отвел людей. И Израиль разделился. И царь это понял. И посылает найти его. Нашли. Он осаждает город. И вышла на стену женщина и говорит, этот город лучший из городов. Зачем вы его губите? Он говорит, к вам совей сын Бихри. Ушел. Дайте нам его голову. Она пошла женщину, уговорила людей. Ну там, скажем, дума ваша собралась. Два второй стихи. И пошла женщина по всему народу со своим умным словом. И отсекли голову Савею, сыну Бихри, и бросили Яву. Тогда Яв затрубил трубою. И разошлись от города все люди по своим шатрам. Яв же возвратился в Иерусалим к царю. Все. Отрубить надо было голову одному беззаконнику. Какому? Сатане, а не человеку. А как отрубить? Очень даже просто. Послание апостола Павла к римлянам, 16 глава, 20 стих. И сокрушить сатану под ноги ваши вскоре. Еще в рыве было сказано, ты будешь поражать его в голову, а он жалит тебя в питу. Вот на Майдане-то были ужалены скорпионом, змеем. А поразить его в голову никого не нашлось. Не было некому. Повторяю. Третий царств, 14-14. И восставить себе Господь над Израилем царя, который истребит дом Иеравама в тот день. И что? Даже теперь. И 20 стих. Времени царствования Иеравама было 22 года. Вот и считайте, с 91-го года сколько прошло? Ровно 22 года. Интересно как. Выход только один. Другого нет выхода. Начать с самого себя. Так уже так далеко зашли. Ничего. Если Господь побудит, друзья у вас есть, оденьтесь, как положено, или вовречище. Хорошо бы священники пошли и сказали слово Господне людям. Раздали Евангелие, предупредили, грозно сказали, что если не прекратится поражение братьев один другим, Господь вмешается, Он истребит все. Город сотрет с леса земли. Это мы знаем из пророчеств. Вы это поняли? Вам Бог это открыл. Если вы это поняли. Я вас понимаю прекрасно. У меня еще такой вопрос. Смотрите. Ну, всем известно, что бывший президент был бандит. И то, что он не сидел в тюрьме два раза, был человек недостойный управлять народом. И вот если бы народ, скажем, не поднялся, не восстал против него, вот на Майдане, то он бы продолжал свое правление, продолжал бы так бессовестно грабить нашу землю, бессовестно сажать невинных людей в тюрьмы. И потом бы, даже если бы его как-то не стало, на его место пришел бы его сын, такой же бандит. И сколько бы это продолжалось бы потом, если бы народ не восстал? Нисколько, ни одного дня. Он бы такой не родился. Гитлер даже не защищался бы у трубы матери. А так как народ поступает беззаконно, и Господь говорит, я не нашел хуже. А он столько лет был, и сын его... Народ не исправляется, он еще хуже будет. Я, говорит, его сделаю скорпионом, он будет жалить вас. Вы всегда рассуждаете, что у Бога нет вчера и сегодня, это завтра, у Бога все сегодня, в одном дне. И не было бы Сталина, не было Ленина, не было бы Наполеона. Вот и все это нам Библия говорит. Книга Судей, такая книга есть. Написано, израильцы грешил, и пришел такой-то. И они под его пленением были 20 лет. И стали вопиять, пришел Гедеон, освободил. Прошло время, стали грешить. Попали в плен. Выходит, и Ефай опять освободил. Жизнь это как колесо крутится, то поднимет, то опустит, и накроется лицо. Да, я был на Украине, и про президента слышал нехорошее. Как я ради своего сына, он там отнимал не им принадлежащее и прочее. Я просто рассказываю, как. Не мне это судить, это Бог судья. Но я не знаю, кто его обречал или нет. Да кого обречать, да он такой. Вы не знаете силу слова. Я познакомился с одним архиепископом за рубежом. Ну, а мне говорят, он хороший вообще-то, ну, скупой, скупой. Копейки не выпростишь. Я с ним гуляю каждое утро. Потом возвращаемся, я говорю, мы сейчас шли, а владыка Антоний, я говорю, зашел в банк, и все, до доллара снял и мне отдал. Как он? Вам? Я говорю, все отдал. Да быть того не может. Да вы его не знаете. Вроде в жаркий день воды не выпростишь. Он мне слова не сказал. Пошел и снял. Мы строим православную деревню. Ну, я закупил там рабица, там у него и было-то немного, разговор больше. Но главное, что он так расположился, архиерей. Вот и все. А до этого кто приезжали, да какие-то русские-то такие. Он увидел, я никакой должности-то не имею, простодыры, как говорится, ничего нету. Но Бог коснулся его сердца. И мы каждое утро с ним прогуливались, долго разговаривали. Этот человек был начальник миссии в Иерусалиме, архиепископ Лос-Анджелеский. Человек, большая должность. Я-то перед ним, говорит, это вошка и бложка, но Бог так сделал. И при том, я знаю, что это ни один, ни два раза в жизни случалось. Я на практике показываю, это Бог делал так. И Бог так сделает. Вот меня судили, которые, так они бы такие были. Я знаю. Он порт-орк. Но он сделался мэром города. И таким мэром сделался, что в десятку лучших мэров России. И он мне помогает, приезжает ко мне на дом. А я-то вообще никакой должности не имею. Прокурор края, генерал-лейтенант. Он выполняет, что я прошу. 32 просьбы было, это он все выполнил. Посылает комиссии, там трудно образовать земли, получить. Да не может быть. Да так. Да вы не знаете, тут жиды, евреи все захватили. А мне евреи помогают. Банкиры. Да этого не может быть. Но я тебе называю фамилии, имя, отчество. Но как это может быть? Я сам не знаю как. Я только высчитал у Соломона, когда пути человека, угодные Господу, он и врагов его примеряет с ним. Мне мусульмане помогают, а мне говорят, да его муслимы снабжают, меня муслимы снабжают. И добрым словом, и защитой. Бог это делает. Бог. Вот. И поэтому говорить, что вот он был бы, грабил и прочее, это дело не так обстоит. Был бы другой человек на его месте сразу. Ну, был Ющенко. Не получилось. Вы думаете, что Тимошенко придет, она будет другой. Она не сможет быть другой. Она хорошая, там как угодно говорить. Но если народ не такой, она ничего не сделает. Ее та же сметут. Нужен начать с себя. Притом начинать не завтра, а сегодня. Вот мы сейчас переговорим, и вы сразу становитесь на молитву. У меня эпиграфом жизни сейчас взято. Запишите, какой эпиграф. Псалом 118. Вы можете осмотреть и взять себе его за эпиграф. Псалом 118, 164 стих. Седьмикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей. Я прославляю Бога за Путина, за Медведева, за Обаму, за Януковича, за тех, кто придет. Господи, на голову нашу посадил врага, что мы не исправлялись. За суды. Это суды Божии. А вы решили своими силами исправить, ничего не получится. Знаете, Тихоныч, еще такой вопрос. А вот те люди, там и по 17 лет были, молодые ребята вообще, много заслелили, много их погибло. И сейчас все говорят везде все, что это герои, погибли это герои. И даже вот Майдан Независимости, Майдан Независимости хотят сейчас переназвать и во многих городах Украины называют улицы, улицы Ленина хотят переназвать улицами героев Майдана. Герои ли эти ребята, которые погибли? Да, для народа они герои. Вот смотрите. Пилат предложил, кого хотите отпустить вам, Иисуса или Вараву? Вы Евангелие знаете. Почему они Вараву просили? А Варава сидел за убийство. Да разве убийство кто-то просит? Для римской власти он был убийцей, он убил солдата римского. А для народа это был патриот-герой. Он боролся за освобождение народа от тирании Рима. Вот в чем дело-то. Для этих людей, которые там были на Майдане, это герои. А перед Богом-то они могут быть давно в аду горят. Вы берите две шкалы, а Божьи... Они шли с Богом. Для Бога. А может это самое главное погибли, которые камни кидали, которые сжигали людей. Только мы оценки не даем им, мы не знаем. Мы не можем назвать их ни героями, ни подлецами. Мы можем только сказать, как горько, что их не научили. Что они не во имя Христа пришли. А если бы они пришли и написали с нами Бог, пришли в Ангелие, раздавали и погибли. Вот это герои были бы. Герои. Пошли бы туда, откуда Беркут пришел. Пришли бы к тем, которые здесь бросают камни. Туда и сюда. Давайте распределяемся. 50 идет сегодня туда, 50 к Януковичу, 50 к Кличко там. Мы пойдем туда. Вот как надо смотреть. А что они называют? И земли называют своими именами. Об этом Библия говорит. Бог посмевается над этим. Ну, у нас герои, проспекты Ленина. Но, во всяком случае, все-таки лучшими героями этим пусть называют, чем Ленина-то. Больше чудовища земля не рождала. А его памятник стоит. Люди эти, которые пострадали, достойны сожаления. Церковь решит, молиться за них или нет. Мы православные, мы молимся за умерших. Вот с чем дело. То есть сектанты не молятся. Мы их не оспариваем. Но, однако, суд наш может быть неправ. Но если бы они точно шли с Евангелем, и за то, что проповедовали и говорили, не надо этого делать, надо молиться, то их убили за это. Все равно бы кто-то узнал про это. Ну, не может быть, чтобы никто не увидел. Я опять же о своей жизни скажу. У меня было так. Меня никогда никто не сказал, что я где-то взял, там нахапал или что-то. Я для Бога это делаю. И Бог всегда посылал таких защитников, о которых я даже не подозревал. Бог их восставлял. И они вставали, готовые умереть. Почему? Дело Божье. И они могли переломить обстановку. Да, Каенукович, он уже согласился на преждевременные выборы, и все было бы по-другому. И к нему пошли бы. Он сложил полномочия и сына своего, и всех бы. А и катитесь куда вы хотите. Всю жизнь будет дрожать и бегать, как бы его не убили. Опа. Я тут задел маленько. Вам меня не видно? Нет, прекрасно видно. Видно. Ну все. А я тут задел, тут у меня улетело. Просто качество немного вроде как бы стало хуже. А сейчас вроде опять. Все хорошо. Ну вот. Вот так вот, дорогой. Ну, спасибо большое. Все понятно. Я там хотел сказать, что я вас в моем мире, друзья, добавил. Да. Просто там написано, что вы по-другому не раз доходили 17 февраля. Угу. Это что? Ну, я благодарен вам за то, что уделили мне время. Слава Христу. И я, может быть, если вам еще как... Ну, если вы еще сможете с мной поговорить, то у меня еще несколько вопросов было измельчено. Хорошо. Но уже, наверное, сегодня не успеем, потому что мне надо с сестру забирать в садик. Вы еще можете призвать с собой, у кого есть. И какие вопросы? Запишите их на бумагу. Ну, у меня вопросов достаточно. Всякие. Мы вопросы будем решать только во свете Библии. Конечно. Чтобы нам на суд Божий можно было предстать. А мне никакой славы идет о мне. Вы знаете, если бы вы их по-другому как-то рассказывали, я бы, наверное, к вам бы и не обратился. Меня лично интересует только во свете Библии. Я вначале сказал эпиграфа. Господь говорит, я не сужу вас. Слово, которое я говорю, оно будет судить. Если Бог будет нас судить по своему слову, и нам надо же сегодня все ввести в это русло, Слово Божие. Не смотреть, какие правители. Написано, молитесь за старея и начальствующие. Молитесь. Возносите молитвы и моления. Моления это продолжительные, когда мы в храме молимся. Или вечерние. А молитву я просто встал сейчас, перекрестился и говорю, Господи Боже мой, утишь этот мятеж в народе. Дай мир народу Украины. Дай им страх пред Тобою. Бог слышит молитву-то. Надо просто знать, что живая связь с Богом не нарушена. Вот это вот мы сегодня к утру постараемся поставить уже этот ролик. И вы другим можете на него указывать на наш видеоканал открытым оком называется во свете Библии. Вы там бываете? Я подписан на него. Вот вы подписан, тем более. Вы все это увидите. Вам будет самому интересно это видеть. Мне интересно. Я вообще, ну, так ваши ролики смотрю. Смотрел и про Украину с вашим другом, как вы немного рассуждали там. Поэтому интересно. Спасибо, что делаете. Спасибо, Христос. Друзьям передавайте наилучшее пожелание. Всех зовите к ногам Христа. Там еще не вопросов. Я потом вам, наверное, напишу, когда еще. Ну да, скажите, вот в это же время выходить. Вы заранее только зайдите, и я обязательно в эту, как это, зону, этот канал для вас оставляю вот в это время. Украина, спасибо. Храни вас, Господь. До свидания. Видишь, как Господь усмотрел. Вот такие. Так, сейчас я посмотрю. Так, убирать надо мне. Что здесь? Я опять закрою, я боюсь просто закрывать. я боюсь просто закрывать.